Весы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. Первая карта для вас, мои дорогие. Рыцарь копка. В начало месяца ноября показывает, что вы должны плыть как рыба в воде. Вы должны оставить именно ваше внутреннее состояние, именно то, что происходит на данный момент в жизни, вы должны оставлять так. Почему? Потому что здесь показывает, что... Здесь или может еще касаться, что может быть, вы получите информацию на начале месяца по поводу каких-то отношений. Если вы не должны бороться узнать именно эту информацию, а должна сама, чтобы эта информация к вам поступила. Следующая карта, мои дорогие, на начале месяца. Это карта у нас двойка пентакли. Двойка пентакли говорит, что даже если это касается рабочих моментов, вы должны это контролировать. Вы должны оставлять именно на данный момент так, как оно происходит. И в начале месяца, именно ноябре, показывает, что вы должны держать это равновесие. Потому что здесь тоже говорится, что если вы захотите что-то больше узнать или больше сами захотите спешить в какую-то ситуацию, вы можете, если сделаете шаг лево, шаг вправо, вы сами можете потерять. Следующая карта, мои дорогие, для вас весы на начале месяца ноября. Это семерка мечей. А семерка мечей показывает то, что почему вы как будто захотите узнать. Знаете, как будто даже вы сами может по-хитрому поступить. Или рядом с вами может быть человек, то, что может вас обмануть по поводу этих отношений. Смотрите аккуратно, потому что здесь может и как бы, или вы можете кого-то обмануть, и может что-то не то, знаете, рассказать и по-хитрому поступить. Или с вами могут так поступать. На это обращайте внимание в начале месяца ноября. Следующая карта на середине месяца, мои дорогие, колесо фортуны. Колесо фортуны, говорит, фортуна на вашей стороне на середине месяца. Но все зависит от ваших действий. Все зависит, как вы будете думать, и как вы будете действия вот эти делать, или как вы будете поступать. Потому что, знаете, колесо может крутиться. Все зависит от наших действий. Следующая карта, но фортуна вас поддерживает. Вот именно середине месяца фортуна на вашей стороне. Следующая карта на середине – это Паш Пентакры. Не сидите в бездействии. Пора уже начинать чего-то делать. Пора уже осознать, что если вы не будете никакие движения вперёд сделать, то вы можете так и сидеть на том месте, где вы сейчас находитесь. Поэтому осмотрите аккуратно те люди, которые рядом с вами. Или то, что вы делаете. Почему? Потому что вам колесо фортуна даётся. Вот даст шанс, чтобы вы чего-то делали в вашей жизни. Но всё зависит от вас. Здесь, да, конечно, небольшая сумма, но вы можете потерять какие-то маленькие финансы. Следующая карта на середине месяца – это Двойка Кубков. Двойка Кубков показывает, что обращайте внимание на внутреннее ваше состояние. Больше доверяйте ваше внутреннее, вот именно вашей интуиции. Больше доверяйте то, что если вы понимаете, что что-то не то, что человек что-то неправильно с вами сделает, что вы что-то догадываете, что здесь что-то нечисто, вот обращайтесь внимания. Почему я вам говорю, что здесь вы можете потерять какие-то финансы. Но вы, знаете, можете потерять эти финансы именно по вашей вине, потому что вы доверяете человекам, которые вы сами допускали рядом с вами. Следующая карта – это на конец месяца. Это у нас карта умеренность. Вот поэтому и говорится. Всё зависит от вас. Сделайте эти какие-то действия или не сделайте, это всё вы должны решать. Правильно вы поступите или неправильно, тоже от вас зависит. Но контролировать именно ваше внутреннее состояние или контролировать то, что даже то, что происходит вокруг вас, это только от вас зависит. Потому что колесо фортуны даёт вам эту возможность. Она вам даст вот этот шанс, чтобы вы одержали чего-то в вашей жизни. Но всё зависит от вас. Следующая карта – на конец месяца, мои дорогие весы, Верховная Жрица. Прислушивайтесь к вашей интуиции. Потому что она подсказывает вам то, что у вас что-то есть рядом, где неправильно с вами поступает. Здесь больше всего не то, что вы кому-то будете по-хитрому что-то, а именно рядом с вами есть кто-то, где что-то, может быть, даже скрывают от вас. Здесь, смотрите, может быть, касаться то, что какая-то женщина даже может скрывать от вас. То, что именно, чтобы вы, знаете, не узнали чего-то. Следующая карта, мы посмотрим, и карта совета для вас, мои дорогие весы, что вам высшие силы подсказывает. Это у нас ту жезл. Вот ту жезл и показывает. Берите жезл в ваших руках. Берите вот именно ваше решение, то, что как вам нужно правильно поступать. Потому что высшие силы говорят в конец. Всё зависит от вас. Сделайте вы это правильно или оставите, чтобы люди вас обманули. Всё зависит от вас. Но прислушивайтесь к вашей интуиции. Конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канал.